Сегодня я расскажу вам, кто такие Онкор и Ончик. С приходом советской власти имена нашей дореволюционной правящей элиты были полностью преданы забвению, а сами их носители либо покинули родные степи, либо были уничтожены молохом нового государства. И лишь в последние несколько десятков лет мы снова обретаем забытых правителей нашего народа. Имя Зайсанга Богоцухоровского Улуса Бегали Анкорова до недавнего времени было известно лишь узкому кругу специалистов, да и его потомкам, кои благодаря стойкости духа пережили жуткие времена советских репрессий. Имя эркетеновского Зайсанга Ончика известно еще более узкому кругу ученых и любителей калмыцкой старины. А ведь благодаря уму этих людей мы, калмыки, может быть, существуем сегодня. Не так давно ко мне обратился мой коллега Бадмаминяев с просьбой растолковать имя Зайсанга Ончика, а про Анкорова, предка Бегали Анкорова, я хотел давно написать и сам. В общем, это и есть причина появления настоящего материала о забытых нами именах выдающихся калмыцких правителей. Полагаю, что оба этих имени имеют тибетское происхождение. Документальных подтверждений, к сожалению, я пока не нашел, но то, что они не калмыцкие, это очевидно. Дело в том, что тибетское слово ванг, могущество, власть, сила, калмыки читали как онг. От этого первый корень в именах Анкор и Ончик может восходить к тибетскому слову ванг, так как тибетский язык слоговый, вторая часть обоих имен тоже будет корнями. Учитывая особенность калмыцкого прочтения тибетских слов, анкор может восходить к тибетскому вангкур, то есть тантрическое посвящение. В результате огубления или по-научному лабилизации тибетское вангкур превратилось в онгкур и затем вангкор. А что касается имени Ончик, возможно, так наши предки прочитывали тибетское слово вангчук, властелин, могущественный владыка. Замечу, что не только тибетский, но и похожие китайские слова монгольские народы прочитывали таким же образом. Например, титул керецкого вангхана мы прочитывали как Онгхан или Унгхан. Вот и все, что касается двух этих имен.